Российский спорт статус несоответствия Спорт ВАДА объявляет вердикт Класс Равно Галери Матлевью Равно Трю айтем проп Равно Имидж ВАДА Объявляет вердикт 12 декабря 17 Российский спорт статус несоответствия Исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах включая Олимпиады и чемпионаты мира Решение было принято единогласно на заседании исполкома ВАДА в Лозанне, Швейцария, Вателе Савой Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории Решение пока не вступило в силу Российская сторона в течение 21 дня может подать апелляцию Какие санкции? Постигнут Россию Российское антидопинговое агентство РУСАДА лишено решением ВАДА статуса соответствия Это значит, что спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом России Также исполком ВАДА ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета Таким образом, российские спортсмены не смогут участвовать под российским флагом в играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году Решение не запрещает их участие под нейтральным флагом В случае если им удастся доказать непричастность к допингу То, что произошло, отстранение в результате беспрецедентного допинг-скандала российских спортсменов от мирового спорта на 4 года Как считают многие спортивные эксперты, сопоставимо по своим последствиям с решением о повышении пенсионного возраста Нет, это даже хуже Во-первых, как и решение о повышении пенсионного возраста, оно касается миллионов россиян Не так непосредственно, может быть, но очень болезненно Тысячи спортсменов не смогут участвовать в крупнейших соревнованиях Представьте чувства этих людей Годы изнурительных тренировок пошли на смарку Мечты остались не сбывшимися Ведь многие из этих спортсменов подорвали свое здоровье на тренировках А кто-то заработал себе и будущую инвалидность Да-да, занятия большим спортом нередко приводят к таким последствиям Ради чего были эти тренировки? Миллионы болельщиков и просто любителей спорта будут лишены счастья болеть за своих спортсменов Выступающих под флагом своей страны Того, что произошло, вполне можно было избежать Но, по всей видимости, уж больно не втерпешь было добиться всеми возможными способами спортивных побед А то, что есть проблема допинга, об этом даже президент страны не раз говорил Как и решение о повышении пенсионного возраста Нынешняя допинг-дисквалификация спортивной России очень негативно отразится на рейтингах власти Можно, конечно, какое-то время представлять дело так Что эти ущемления продиктованы политическими мотивами Что запрограммировано в общем антироссийском наступлении Запада Но, оказывается, все подобные объяснения уже не работают В Международной Федерации Футбола заявили, что организация приняла к сведению решения в отношении России И находится в контакте с ВАДО и Ассоциацией Международных Федераций Олимпийских Летних Видов Спорта Чтобы уточнить действия решения в отношении футбола Ранее глава комитета по соответствию ВАДО Джонатан Тейлор заявил, что сборная России по футболу сможет участвовать в чемпионате мира 2022 года только в нейтральном статусе Чемпионат Европы, на который российская сборная вышла и несколько матчей которого пройдут в России Не является мультиспортивным событием или мировым первенством Поэтому на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию УЕФА напрямую не подчиняется ВАДО, но является членом ФИФА и обязан соблюдать условия кодекса Говорится в заявлении антидопинговой ассоциации Решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от крупных международных соревнований может лишить шесть сибирских городов права провести три чемпионата мира В Новосибирске и Омске в 2023 году запланировано проведение молодежного чемпионата мира по хоккею Местные власти заявили, что решение ВАДО не повлияет на строительство двух ледовых арен, запланированное к состязаниям, сообщил ТАСС Стоимость каждого объекта около 10 миллиардов рублей Кроме того, в Новосибирске для мужского чемпионата мира 2022 года строится волейбольный центр Его возведение также будет продолжено Матчи чемпионата будут проводиться также в Кемерове и Красноярске В Кемерове для этого строится спортивный комплекс на 7 тысяч мест стоимостью 7,5 миллиарда рублей Кроме того, в Иркутске и Шелихове в 2020 году запланировано проведение чемпионата мира по хоккею с мячом Для этого в Иркутске строится ледовый дворец стоимостью 6 миллиардов рублей Президент Международной Федерации Бенгии и Федерации Хоккея с Мячом России Борис Скрынник заявил, что чемпионаты 2020 и 2021 годов, его собираются провести в Сыктывкаре, могут состояться, несмотря на запрет ВАДА По моему мнению, это не скажется на проведении чемпионатов мира в России Кто будет отвечать за расходы, понесены всеми ВАДА, что ли, будет компенсировать Оба чемпионата мира должны пройти в России, сказал Скрынник агентству ТАСС Генеральный директор российского антидопингового агентства Юрий Ганус 19 декабря Наблюдательный совет Русада Скорее всего, на нем примем решение об апелляции в суде Но мне кажется, нет перспектив Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от крупных международных соревнований на 4 года Сообщило издание Он отметил, что среди депутатов Госдумы много спортсменов Точка 20 с лишним олимпийских чемпионов Могли они поменять закон о допинге? То, что мы заслужили, то и получили Я сказал сразу, что я на стороне ВАДА, заявил Тихонов По мнению экспертов, после вынесения вердикта главные усилия будут направлены на разоблачение врагов и на некорректную позицию международных спортивных организаций Это было понятно еще потому, как Россия готовилась к историческому заседанию исполкома зловредной организации, на котором должны были запустить процесс окукливания одной из главных скреп нынешней России Из-за допингового скандала российских спортсменов уже отстраняли от Олимпиады 2018 года После этого статус Русада восстановили, но при условии представить ВАДА базу данных Московской антидопинговой лаборатории Новые махинации с допинговыми пробами российских спортсменов вскрылись в январе 2019 года когда ВАДА получила из Московской лаборатории эту базу Специалисты ассоциации обнаружили, что в ней отсутствует сотни потенциальных положительных проб Изменения в базе, по мнению экспертов ВАДА, были сделаны в период с 2016 по 2019 год То есть уже после публикации доклада о допинговых махинациях России на Олимпийских играх в Сочи и бегства чиновника Русада Григория Раченкова в США Кроме того, после 25 ноября 2018 года даты, когда Россия согласилась на передачу базы данных своей лаборатории ВАДА Кто-то в Москве внес в нее поддельную переписку, пытаясь представить все так, будто изменения вносили Раченков и его помощники Генеральный директор российского антидопингового агентства Юрий Ганус подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам Всемирного антидопингового агентства Нас придали, это какой-то заговор Изменения вносились в том числе и буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года Ганус также подчеркнул, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди, близкие к российским властям Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне Незадолго до принятия решения ВАДА в Москве проходило традиционное Олимпийское собрание с участием руководителей спортивных федераций и звезд спорта Здесь глава ОКР Станислав Позняков уверенно заявил, что не существует никаких препятствий для формирования команды и ее участия в Олимпиаде Оптимизм был основан на том, что ОКР не является объектом расследования или претензий по линии МОК или ВАДА А речи о нейтральном флаге или таком статусе не идет Не все собравшиеся разделяли подобную уверенность, потому что знали, дело не в претензиях к ОКР, а в претензиях к России И не МОК в данном случае является главным карательным органом с соответствующими полномочиями Считать, что МОК не выдаст, а ВАДА не съест, значило делать хорошую мину при плохой игре Российская сторона обнародовала технический отчет группы независимых экспертов, полностью опровергающий обвинительный характер отчета ВАДАвских расследователей Увы, большая часть выводов была посвящена одеяниям организованной преступной группы в лице Григория Раченкова и его заместителей Олега Мигачева и Тимофея Соболевского, которые оказались в США еще раньше руководителя Каким образом эти следы были все-таки обнаружены, да еще в количестве 2885 действий, наши эксперты не пояснили Страна, то есть все мы, для которых спорт есть важная часть жизни, наказана Но куда больше и страшнее наказаны люди, для которых спорт и есть жизнь Россия сейчас легко не верить, если государство устами своих руководителей не считает ложь за грех в самых разных областях Почему спорт должен быть исключением? Лицемерие кричать, что в России спорт вне политики Да у нас он в государственную политику врос так, что его никакими санкциями не отделить Российский спорт практически весь в руках государства Но у такой эффективной заботы всегда была неприглядная оборотная сторона, каково и она нынче явилась миру Россия была близка к тому, чтобы завершить в 2019-м допинговый кошмар и продолжить спокойно работать, расширяя и углубляя процесс очищения Но страна в лице влиятельных защитников попилась на элементарном, сама на себя накинув удавку Это произошло потому, что другого варианта спасения, кроме как смошенничать, и не представлялось Совсем скоро будет спортивный арбитражный суд, а суд над системой, приведший к краху, уже идет Анатолий Тарасов Черная метка На языке ультиматума ведут разговор с Россией западные партнеры И, кажется, их санкциям нет ни конца, ни края Сколько ж еще унижений терпеть нашим спортсменам? На этот вопрос отвечает наш прославленный спортсмен, борец вольного стиля, чемпион и призер чемпионатов СССР по вольной борьбе Многократный чемпион мира, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР Александр Владимирович Иваницкий Наш олимпийский комитет получил черную метку 9 декабря стал черным днем нашего олимпийского движения У меня такое ощущение, что наших спортсменов выставили на площади для позорной казни, когда каждый желающий может их хлестнуть или подбросить веточек в костер Решение предельно жесткое, но справедливо-несправедливое Скажите казуистика? Но именно так и обстоят дела Мы сами подставились во время Сочинской Олимпиады Месяц назад я разговаривал с великим спортсменом, рекордсменом по прыжкам в длину, многократным участником Олимпийских игр Игорем Тюрова Нисяном Я его спросил, можно ли без допинга выиграть сегодня соревнования Он сказал, безусловно, потому что важен и допинг, а технология тренерской подготовки Тренер нашел талантливого спортсмена, и он может его подвести к высоким результатам, и никакой допинг тут не нужен Я с ним стопроцентно согласен Скажите, на каком допинге выиграли в Турине Гранд при 2019 юной ученице Эти Ретудберидзе? Ни на каком Победили мастерство, труд, талант И можно это делать всегда и везде Мы в свое время выигрывали без допинга И сегодня есть тренеры, которые способны подвести спортсмена к уникальным результатам, к мировым рекордам, не прибегая ни к каким уловкам Далеко не все спортсмены у нас употребляли допинг Но теперь и чистые атлеты страдают от скандалов, санкций Их ставят в общий ряд и обязывают выступать под белым флагом и в белых одеждах, как преступников Мы хотим просто отмахнуться, рассказывая, что не виноваты, что к нам несправедливы Только это не работает Нужны юристы А у нас нет ни одного юриста-международника, который мог бы повести дело грамотно, обстоятельно, по всем требованиям, которые в таких случаях бывают Посмотрите, норвежцы 42-го года выигрывают у всех наших лыжников Что это за уникумы? Все просто Они обложены справками, они, оказывается, болеют У них астма, еще что-то, они как бы с рождения такие Поэтому им легально можно принимать разные препараты Их не трогают А мы здоровы И думаем, что они будут с нами брататься Некоторым у нас показалось, что мы вошли в этот мир и стали своими Да никакого братания не будет Мы для них другие, чужие Нас всегда будут стараться подловить, обвинить К этому надо быть готовыми и спокойно относиться и прочее Допинговый скандал разгорелся после Сачинской Олимпиады, когда министром спорта был Мутко Он отвечал за кадры, имея в виду Раченкова, который за деньги всех выдал Но министр не понес никакой ответственности Наоборот, его повысили в должности, он стал вице-премьером Об этом как раз и говорят, обвиняя чиновников в развернувшемся противостоянии Ваде против нашего спорта Сейчас мы слышим, что во всем виноват Раченков шпион, предатель Но его же награждали орденами нашего государства Министр спорта давал на него представление к награде А теперь все делают вид, что ничего такого не было Сменили прежнего министра на другого и все Виноватых нет, только спортсмены остались с краю Их наказывают За что? За то, что готовы честь Родины защищать Но их лишают права быть представителями своей Родины В этом прямая вина высших чиновников Я вспоминаю, как вступал в ряды КПСС За меня обязаны были поручиться два опытных коммуниста Если я сделал что-то не так, то давали по шапке не только мне, но и тем, кто рекомендовал меня в ряды партии А сейчас за допинговый скандал никто не несет никакой ответственности Как быть с этим олимпийским движением? Я достаточно давно говорю, что Олимпиада это громадный коммерческий пузырь, который устремлен на завоевание денег и только денег Пьер де Кубертин Сивуа Спорт, ты мир Забыт и растоптан Надо искать варианты, альтернативы Были же игры доброй воли Придумали не мы Придумал американский миллиардер Тет Тернер Он был разочарован бойкотом со стороны западных стран нашей Олимпиады Первые игры состоялись в Москве в июле 1986 года В них принимали участие более 3000 спортсменов из 79 стран Было разыграно 182 золотые медали в 18 видах спорта Это был настоящий праздник молодости спорта А сейчас получается, что ВАДА, диктующие свои правила, выше всего, выше государств, Конституции Мало кто знает, какой режим приходится выдерживать спортсменам ВАДА требует каждодневного контроля Наши спортсмены обязаны постоянно информировать ВАДА, где находятся, куда перемещаются, с кем встречаются Вот в таком режиме находится у нас большой спорт Наши спортсмены Это не может дальше продолжаться Нужно предпринимать какие-то конкретные шаги и развивать спорт А не бороться с ВАДА Я о будущем Не оставят они России в покое И не надо по этому поводу плакать Мой тренер, который прошел всю войну, говорил мне Когда ты выходишь на спортивные соревнования, должен быть на голову сильнее всех И тогда ничего тебе не страшно Вот этот завет я всегда в своей жизни выполнял И это же хочу сказать всем сегодняшним нашим спортсменам Будьте выше на голову Иначе победы не видать Еще деталь, которую мы не затронули Сегодня мы, Россия, практически остались одни Если при Советском Союзе наше представительство в Международном Олимпийском комитете МОК было мощным Нас поддерживали соцстраны Третий мир при любых голосованиях по любым вопросам То сейчас Россия, к огромному сожалению, выступает в гордом одиночестве Меня лишили российского флага в конце 2015 года А окончательно его вернут Скорее всего, лишь в 2024 Я не судья и не палач Чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказание для тех, кто в этом виноват Я легкоатлет, у которого накопилось множество вопросов Так что же все так и случилось с Российской легкой атлетикой и Всероссийской Федерацией легкой атлетики ВФЛА В 2015 году Мы провели внутреннее расследование Кто в итоге был наказан Ну, кроме тех попавшихся на допинге спортсменов и 5-6 чиновников и тренеров Которых отстранила сама Международная Ассоциация Легкоатлетических Федераций Или мы просто совсем согласились и не стали ничего выяснять дальше Если были убраны главные зачинщики из скандала Почему ситуация особо не изменилась Почему в нашей легкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты Спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге А чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы Неужели Министерство спорта и ОКР все эти четыре года устраивала работа руководства ВФЛА? Тогда о какой тяжелой ситуации в Федерации сейчас все говорят, если Шлихтин и его команда все это время все делали правильно? Устав ВФЛА начинается со слов о том, что основная цель Федерации развитие, совершенствование и популяризация легкой атлетики А вы в курсе, что сейчас большинство региональных федераций еле сводят концы с концами А на внутренних турнирах спортсмены в основном выступают за кубки и грамоты Вы в курсе, что уровень результатов падает А легкая атлетика уходит не только из телевизоров, но и из крупных российских городов Где уже почти не осталось открытых легкоатлетических стадионов Разве все это не показатели работы? Вы не сказали ни слова, когда глава ВФЛА Шлихтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес Вам кажется это нормой? Мне нет Хотя о чем я говорю, если даже сейчас вас устраивает, что человек Отстраненный независимым органом по контролю за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике Атлетикс Интегрити Юнит, ААЮ И выгнанный из федерации, руководит спортом в Самарской области и продолжает принимать участие в делах ВФЛА Вовсю протаскивая на руководящий пост свою правую руку Не удивлюсь, если и апелляцию ВКАЗ Он подаст за счет Министерства спорта или ВФЛА Вам правда кажется, что нынешний президиум ВФЛА, состоящий всего из 10 человек Изначально их было 17, имеет право решать судьбу федерации на 2020 год Мы заживем по-новому благодаря людям, которые последние годы безропотно соглашались со всеми решениями изгнанного руководителя Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние 4 года, дабы защитить лично меня Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на шляхте и на ИВФЛА, чьи профессиональные действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований И, видимо, это не предел Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернет мне потерянное? Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у ИА в настроении допустить меня до соревнований Я часто слышу, в том числе и от вас, что Ласицкий не только критикует на эмоциях и не предлагает, кто же должен прийти вместо проштрафившихся тренеров или чиновников Меня удивляют подобные просьбы Не я должна заниматься этим Моя работа прыгать Я отчитываюсь перед вами своими результатами Думаю, что в этом плане у вас ко мне на сегодняшний день нет особых претензий Но и вы, на мой взгляд, должны отчитываться перед нами за свои действия Все-таки именно ваши организации руководят спортом в нашей стране, а сердце спорта это атлеты Я понимаю, что, скорее всего, не получу ответов на все эти вопросы Кто-то скажет, что я многого не знаю, а кто-то просто пожалеет Мне ничего этого не нужно Я хочу быть честной перед самой собой, болельщиками и молодыми атлетами И хочу получить то, что мне принадлежит, право выступать Всегда и везде За это я и борюсь Источник Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов Что делать? Уберите государство из спорта Претензии не в отдельности к спортсменам А претензии к России, которая сажает спортсменов на допинг У нас это идет на государственном уровне В России сегодня вся наша система легкой атлетики немыслима без допинга С этим идет борьба Будет катастрофа, если государство выйдет Да, будет катастрофа Но по олимпийской харте должно быть именно это И это должно произойти Сейчас у нас будет четырехлетний бан У чиновников будет достаточно времени подумать, как нам жить дальше Цитирует Панкратова советский спорт Экс-игрок сборной России по хоккею Андрей Коваленько Даже в самых тяжелых ситуациях давайте искать позитив Нужно понимать психологию российского человека Санкции и дисквалификации только сплачивают нас Мобилизуют, делают сильнее Во всех сферах Вспоминаю Олимпиаду 1992 Когда нашу страну и нашу хоккейную сборную лишили всего флага, гимна, формы Это решение мировых спортивных властей однозначно добавило нам спортивной злости Где-то даже отчаяние и экспериментальная сборная, вопреки всем прогнозам, завоевала золотую Олимпиаду История повторилась и в Пхенгчане 2018 Когда российская команда в точно таком же статусе тоже стала первой Цитирует Коваленько RussiaHockey.ru Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Как будем играть на Олимпиаде 2022, учитывая вердикт ВАДА? Еще ничего точно не решено Будет спортивный суд, после него будет понятно Мы готовимся, наш Олимпийский комитет действует Его никто не убирал из Олимпийского движения Посмотрим, какие будут решения, мы будем бороться за всех спортсменов Мы будем сотрудничать, у нас хорошее отношение с ИИХВ Трудно сказать, насколько велика вероятность, что мы на Олимпиаде выступим под своим флагом Нам пока никаких указаний не поступало По домашним чемпионатам мира будет решать и ИИХВ Пока решение такое, что никто у нас ничего не отнимал Все пока остается в силе Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Еремин Решение ВАДА не удивило А какого решения мы должны были ждать? Весь мир настроен против нас Я думаю, мы сами где-то виноваты Нужно было делать правильные выводы Нужно было исправлять ошибки там, где мы их допустили Тогда бы можно было начинать с чистого листа Мне кажется, что задним умом многие так думают Если баскетбольная сборная России отберется на Олимпиаду в Токио То выступить наши баскетболисты смогут только под нейтральным флагом Я бы в свое время не стал выступать В наше время все бы не стали выступать без флага и гимна Тогда многое было по-другому Новые спортсмены Это профессионалы От их выступлений, от их удачи, от их побед может зависеть вся их жизнь и вся их карьера, контракты Тем более, что Олимпиады и чемпионаты мира это крупные спортивные события, а век спортсменов короток И они не могут всю жизнь соревноваться Мне трудно сейчас рассуждать за тех спортсменов, которые, возможно, поедут на Олимпиады и будут выступать там без флага Тем не менее, очень обидно, цитирует Еремина Матч ТВ Двукратный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине гимнаст Антон Голодсуцков Отстранение России не поможет в борьбе с допингом Это политические игры Россию захотели наказать, в чем-то ущемить, но это бесполезно Мы же не трехлетний ребенок Думаю, наши политики найдут, что им ответить Да, некоторые из них призывают вовсе отказаться от участия в Олимпиадах Но послушайте, я всю жизнь отдал спорту, готовился к играм, как же не ехать? Вада может утверждать все что угодно У нас есть пример бойца мирового уровня, который мне в принципе очень нравится Но при этом тоже много балаболит Я говорю о Канарима Григоре Должна быть презумпция невиновности Поймали, значит нарушил В противном случае, как они определили, кто виноват, а кто нет Все находится в равных условиях, все сдают одинаковые пробы Нужно сначала допускать, а потом проверять А так получается, что всех гребут под одну гребенку Спорт должен быть честной и чистой игрой, но пока это не так Мы будем защищать честь страны под нейтральным флагом Выступать и показывать свой уровень Об этом должен знать весь мир Я сам поеду в Токио и буду болеть за наших атлетов Наши спортсмены покажут всем кузькину мать Как в свое время говорил Никита Хрущев Ботинок снимать не буду, но, думаю, все понимают, о чем речь Цитирует А.Т. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Депутат Госдумы Ирина Роднина Мы сделали все изменения в законах, но пока эти законы не работают Потому что идет круговая порука Первый, кто работает со спортсменами, это федерация Значит, федерации и опять что-то прошли-пали Мы почему-то все время хотим стричь сверху Но не может министр спорта или председатель Олимпийского комитета Стоять над каждым спортсменом и проверять, что он ест и что он пьет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!